Всем добрёшенько-утрёшенько, мои хорошие! Мы с Дени, знаете, куда сейчас идём? Мы сейчас зашли на почту. У нас на улице, кстати, 20 градусов, пипец, просто жара. Мы зашли на почту, думала, там будет большая посылка, а там какая-то пиндюлька маленькая пришла из Китая, а написано Финляндия, какая-то фигня, в общем, стопор меня какой-то ввели. А сейчас мы идём в МФЦ для того, чтобы сделать денежки за гранд-паспорт. Да, я сейчас в интернете смотрю очень много всяких блогеров, которые живут в Европе, Люксембург, Германия, Париж, Франция, в общем-то, что ещё я смотрю, Испания, много всего. Хочу везде побывать. Вы знаете, чем больше я смотрю, тем больше я понимаю, что, скорее всего, я не хочу переезжать куда-то надолго. Я просто хочу путешествовать и, может быть, три недели, месяц побыть где-то в городе, в другом, в другой стране, поговорить языком и поговорить другим языком, имелось в виду. И да, мне это всё нравится, интересно, но слушая людей, которые говорят, что я думаю, что мне будет очень сложно привыкнуть и жить не в России. Ну а там будет видно, посмотрим. В общем, мы зашли в МФЦ, а оказывается, госуслуги временно не работают вообще по всему городу, и они не могут не подтвердить там личность, ничего сделать, и пока что из-за гранд-паспорта там тоже с детским не могут. Но мы на этом не останавливаемся, и не то, что не могут, а они, по-моему, там не делают. Или делают. И, короче, я не поняла. В общем, мне дали другие адреса. Здесь тоже у нас недалеко на районе, но на машине, конечно, ездить, не пешочком. Сейчас нам надо сделать фотографию, и мы поедем туда. Мы своего добьёмся. Да, кстати, я знаю, что это можно сделать онлайн. Но онлайн, короче, я так почитала. Всё равно нужно было идти мне для подтверждения личности в эти органы. И я думаю, ну, заодно подтвержу, и заодно всё сдам. И там мне всё расскажут подробно. Не дай бог, чуть не так напишу, вот это вот в интернете. Вот, конечно, удобнее там прикрепить фото электронное. А так мне нужно сфоткать и прикреплять туда. Поэтому сейчас я его либо сфотографирую на фото, либо я его сейчас сфотографировала на фотоаппарат, дам флешку, и мне просто распечатают одну фотографию. Вот что будет дешевле, то и сделаю. 150 рублей стоит там комплект 6 штук. Но его сфоткать очень тяжело. Я сейчас попыталась, он отворачивается. Одни глазюньки. Я думаю, что дешевле мне распечатают. А вы, наверное, скажете, Силя, а что ты не показываешь Дэни? Мы же на него тоже хотим посмотреть. А вот, сегодня я ему одела полегче шапочку, джинсики, под низ колготочки, и сапоги другие. Зимние не стала одевать. Дэн, тебе невозможно было сфоткать. Крутился, вертелся. Короче, хотела всех предупредить, если кому-то нужно распечатать фотографии, намного дешевле это делать в печатях фото. Короче, я сейчас подошла к месту одному, где просто фотографируют и печатают ларёчек небольшой. И там молодой человек сказал, что это будет стоить 150 рублей фотографию, мне одну распечатать. Я говорю, да ладно, распечатать одну фотографию, 150 рублей стоит так же, как и сфотографировать ребёнка на паспорт и получить шесть маленьких фотографий. Я говорю, ну мне шесть, не надо такие фотографии. Его, во-первых, не сфотографировать очень тяжело. И зачем мне мне? Там любую фотографию можно приложить. Думаю, пройду дальше. Думаю, ну что это за обман? И, короче, прохожу дальше. Тут вот у нас есть фотопечать, полиграфия. В общем-то, и за 15 рублей, ну 10 рублей не срочное, 15 рублей срочное, мне сейчас распечатают фотографию. Ну, в общем, во всём этом, я, короче, госпошлину не заплатила, заявление не распечатала у них нету и пришла такая, короче, вся на нервиках. В общем, короче, нужно всё это сделать. Я поняла, что это лучше делать онлайн. Она мне говорит, что всё работает. Вон у меня от 13-го заявление и фокус меня достала, я вообще злая. Всё, короче, домой хочу. Итак, что я, 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 я? Я же влог снимать собралась, взяла камеру с собой, главное такая, всё, уже бегу, еду, проснулась. Короче, должна была встать в 10.30. Поставила будильник. Легла спать начало пятого, поэтому я, естественно, встала, открываю глаза такая, а я специально пораньше, в 12 должна была уже малого маме отдать, чтобы у меня полтора часа было сделать там дела, на почту съездить, ещё там что-то поделать. Думала, может, на загранку сдам документы. В итоге, короче, поставила попозже. Мне, пожалуйста, будильничек позвони. И в итоге сама вскочила в 12 ровно и забыла вообще, куда я, куда я опоздала, я куда-то опоздала, куда я опоздала. Короче, я вспомнила, что я к маме должна была, ладно, полтора часа, которые я себе оставляла, они у меня не получились. В общем-то, сегодня у меня запись песни, вот что. Я вот еду и думаю, что запись песни это на самом деле всегда для меня отдушина. Вот для меня YouTube это уже, знаете как, ну это понятно, мое хобби. Я вот, ну как каждый раз, да, я люблю и монтировать, То есть мне всё доставляет удовольствие от съёмки до обложки. Если бы ещё мне никто не мешал бы, при этом было бы вообще супер. Ну, сложность составляется в том, что монтирую я, получается, либо днём, когда малой мне мешает, постоянно отвлекаюсь, то есть я могу целый день ролик монтировать, либо ночью, я не сериальчики, ничего не смотрю, во всём себе отказываю, я монтирую видео. Ну, обложечки быстро я делаю, ничего страшного. И сами съёмки тоже, они, ну, нелегко проходят, потому что с малым, особенно какие-нибудь DIY, это вообще трост-рындец, он всё тянет в рот, всё переворачивает, когда всё должно сложно быть. Ну, в общем, ладно, не буду вам все эти моменты рассказывать. Ну, всё, удовольствие как бы хорошо, но для меня это как бы ежедневный труд, я бы сказала. Да, это труд, это не так, чтобы прям я это. И, честно говоря, я без этого не могу, я себя не заставляю это делать, я это делаю с удовольствием, но всё равно это труд, всё равно, то есть это не так, что нужно потрудиться, снять, вот съёмки, на самом деле, это самое сложное всё время. Вот. А что касается вокала, да, это вот такое ощущение, что, представьте, да, я 4 часа записываю песню, потому что мы оттачиваем всё, и вот я ухожу, просто закрываюсь на 4 часа, и я не подхожу к гаджетам 4 часа, я не ем 4 часа, я пью только водичку. И вот на наслаждение 4 часа записи песни, вот именно в неё всё. И это реально такая отдушина где-то есть, потому что я всегда на связи, я всё время на гаджетах, там, 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 генератор идеи. Мне нельзя просто, вот когда я малого кормлю, такая, я сижу, допустим, его кормлю. Стоит мне отвлечься на компьютер или на какой-то гаджет, всё, у меня пошла генерация, надо вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать, чтобы вот это было, вот это было, вот это было, короче, и там вот постоянно вот этот момент. Вот. И сегодня я встала, в общем-то прибежала, сейчас уже 20 минут 2, в 2 часа у меня запись, и сейчас я уже вот включила камеру, вспомнила, что я её вообще-то с собой взяла, для того, чтобы вам влог снимать. Вот. И сейчас, что сейчас? Закрыться надо, как всегда. Сейчас я еду на запись песни, песня будет немножечко такая, может быть, не похожа на других, ну, в чём-то похожа, а в чём-то не похожа. Я её просто написала, вот как ещё рождаются песни эти, да, песни я пишу даже интуитивно, то есть я, бывает, написала всё, да, вот как эта песня, которую я сегодня буду записывать, и вот что-то да не то, вроде всё складно, всё ладно, но что-то да не то, мне не хватает, мне не хватает там в припеве чего-то, мне не хватает там это, я думаю, надо что-то добавить. И понимаю, что с такой песней, я понимаю, что мне звукорежиссёр, если что, поможет, да, но всё равно, я должна прийти уже с какой-то идеей, хотя бы что-то предложить. И, в общем, буквально вчера несколько идей было, и, в общем, пришло в голову вообще то, что я ещё ни разу не писала, поэтому я не знаю даже, как получится, но у нас всё хорошо получалось до этого, я думаю, и в этот раз получится. Вот. Короче, что-то новенькое, лично для меня новенькое, я не знаю, как это получится, но посмотрим. Ладно, всё, я побежала, не буду вас интриговать сильно, а то накрутите себе там. Блин, а батарейка там, у меня садится, господи, я вообще поставила, на самом деле, на зарядку батарейку на айфоне, где у меня текст моей песни написан, и проснулась, а там один процент, короче, одной стороной поставишь, будет заряжать, другой не будет, у меня уже все китайские зарядки, оригинал удачно, успешно потеряла, вот. И, короче, у меня сейчас надо переписать текст, пока не выключился телефон, он такой, может, с 30 процентами, там сейчас 50, выключится нахрен. И батарейка тут тоже садится, вообще, короче, и влог сегодня будет коротенький, ну, сегодня я имею в виду, вот этого дня, а так-то я дальше буду снимать. Всё, захожу. Привет. Да-да, знаю. Вчера мы закончили на том, что я что, пошла петь? И, по-моему, не включалась после этого, да? Короче, мой звукорежиссер мне помог немножечко с припевом, и я там думала, что придется петь фальцетом, но я уже, в общем-то, честно говоря, не фальцетом, фальцеты, по-моему, мужики покупают, а женщины, там по-другому как-то называется, короче, я уже всё это забыла, академиям думала, придётся петь, но в итоге, девчонки надо заниматься, а академия уже не вытягивает, то, что я вам выкладывала в инстаграм мои песни, я так вот не спою, представляете, уже. Вот. Он мне немножко помог, и, в общем-то, своим голосом в привычных резонаторах и в привычной тональности я пою припев. Вот, надеюсь, вам понравится, многие писали, что песня будет о сыне, наверное, или песня будет о нас, но нет, пока ещё песня, как всегда, о любви, точнее, о нелюбви. Такая песня, ну, я расскажу потом, ну, могу немножко рассказать, она меня вдохновила, эту песню я написала вот в конце лета, она вдохновила меня, на эту песню вдохновили меня мои зрительницы, которые пишут всегда, как забыть любимого человека, помоги, как пережить расставание, и много бывает пишут, когда я уже вижу даже в вопросе, что, допустим, отношения не получится у человека. И нужно забывать, нужно отпускать, нужно правильно смотреть на ситуацию, короче, у меня вот песня такая, как девушка должна, наверное, смотреть на это всё, и вот, наверное, в такой период всем девушкам при расставании понадобится такая песня, они будут её слушать и отпускать ситуацию, и становиться сильнее, с правильными мыслями идти дальше. Короче, наверное, как-то так. Песня не весёлая, сразу скажу, в том плане, что она там не танцевальная, она больше такая релакс, монолог, сам собой, но она даёт направление. А я иду сейчас на RF-лифтинг, вторая процедура у меня сейчас, мне очень понравилась первая, я просто кайфанула, тащнулась, тащанулась, и сейчас я иду на вторую и буду снова тащиться. Кстати, вот как называется. Я вышла, я сейчас чуть не уснула, там у них такой кайф, когда тёплым шариком таким водят по лицу, по массажным линиям, это так приятно вообще. В общем, сегодня у меня вторая процедура, я чувствую себя превосходно, нам нужно пройти весь курс, и всё будет замечательно. Потом я сниму отдельное видео, чтобы вы, ну, полностью дам свой отзыв, что и как произошло. А так после каждой процедуры, конечно, я чувствую прилив сил к моему лицу. Вот. И очень много мне вопросов стали в связи с этим задавать, там, когда можно делать, да, а не страдает ли свой организм и выработка всего этого. На всё это ответит прям косметолог в видео на все эти вопросы. Такие детки прикольные. Такие милашки. Один мальчик, тысяча мая. Один мальчик и куча девчонок. Такие прикольные. Я представляю сразу, что это мой пацан, буду так с девчонками бегать. Доброе утро. Влоги, короче, у меня такие теперь суперспонтанные. Прошло на самом деле, по-моему, один день. Мы сейчас только проснулись с Денькой. Прошёл один день, мы вчера сидели весь день дома, а позавчера, я, кстати, почему-то была уверена, что я вам сняла и сказала, поделилась радостью, но что-то я не поняла, я не нашла этого видео. Наверное, это я в мыслях поделилась с вами, а на самом деле нет. И позавчера я, наконец-таки, сдала все документы Денечки для загранпаспорта. Нас всё приняли, даже показали его на экранчике, там сфотографировали нас сразу и уже сказали, чтобы мы через три недели приходили за паспортом. Так что, как только у нас будет паспорт, у нас будут возможности сразу спонтанно куда-то улететь, куда-нибудь в его в Европу или ещё посмотрим, в общем-то. Вот, но я рада, потому что я такая спонтанный человек, если я спонтанно куда-то захотела, а паспорта нет, понимаете, насколько это затормаживает всё. Поэтому я решила сделать паспорт заранее, чтобы он был, делала паспорт нового образца, но потом покажу всё, когда получим. Вот, сейчас мы собираемся с Денечкой зайти в фикс прайс, я готовлю новогодний какой-то фикс прайс вам, пока что ничего интересного не вижу, но посмотрим. Уже пора скоро украшать квартиру нашу, есть кое-какие декоры, изменения в фоне. В общем, посмотрим. Деня видит, что я записываю видео и лезет туда, куда нельзя лезть, где всякие лекарства его, всякие салфетки влажные, он у меня, смышлёный парень, всё понимает, куда можно, куда нет. Вот, и сейчас на самом деле у меня дома уже ничего не осталось, минимум еды малому, у меня минимум еды, осталось только то, что я заказывала рис с курицей, и всё, и у меня нет даже молока для кофе, и видите, какой у меня голос, потому что я ещё не проснулась толком, мне нужно кофе, и, в общем, нам надо делать покупки, поэтому сейчас я одеваюсь, собираюсь, и мы едем в Ашан, едем в фикс прайс, и первым делом я заеду в МакАпта за кофе. Одела ребёнку перчатки, и первым делом что начал делать? Села жопу, и давай, и давай перчатками елозить. Дэй, вот ты молодец, встал, пошли. Тут все разом проголодались, я заказала себе латте с ванильным сиропом, у меня очень много ванильного сила, они очень много ванильного, они очень много ванильного сиропа кладут, я прошу в половину меньше, а еще голодная, что же, тебя показать? Тебе, сладкий, ты такой, тинь-тинь, соску забыла, как всегда, думала, вот ничего не надо забыть, соску забыла, так что не знаю, может вернемся, наверное, сейчас. Это, еще наггетсы заказала с сырным соусом, и картофель фри, в общем, у меня сейчас такой голод, у меня такой подсос там внутри сейчас включился, как бы не умеет тут за рулем от голода, еще очередь. Ты тоже поговорить хочешь? Да. Скажи, папа. Да. Папа. Папа. Мам. Молодец. А мама? Папа. Мама. Мама. Ба. Баба? Скажи, мама. Да. Да нельзя. А скажи, кака. День. День, скажи, кака. 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 Ну ты же можешь. Скажи, кака. Ну. Не будешь? Скажи, ади. Скажи, отстань от меня, ади. Смотрите, смотрите, мой первый живительный глоток кофе. Сиропа как надо. Да. Я чувствую, как я просыпаюсь. В общем, мы пришли домой. Набрала кучу всего. Кстати, малышу купила интересную штучку, такие счеты детские. Ему очень даже понравилось. Он так брончит ими с удовольствием. Вот. В общем, откладываю покупочки для нового видео о покупках. Вот. А пока буду кушать, потому что я голодная, а Дэнни меня уже раздевает. Раздевайся, мама. И на ручки сына возьми. Привет, мои хорошие. С вами Селена. Скажи, мама, я к нему целоваться иду, а он... А что я говорю с вами Селена? Влог-то продолжается. Привычки. Я к нему иду, такая говорю, за, дай поцелуй. А он мне пихает руками, говорит, не. Ади, говорит. Ты что? А маму. Ты что, мам, целовать не хочешь? Я в новой пижамке. Видели вы, не видели еще? Не знаю. У меня новая пижамка. Такая классная вообще, такая красивая, нежная, мягкая. Я кайфую. Я уже видео для вас смонтировала, мы тут бесимся с малым, я кофе пью. Он сегодня манку ел, да? Ну что там наступило, Дэнни? На твой год? Да, манку ел. Что сегодня планируем делать? Не знаю, буду продолжать видео для вас смонтировать, потому что я люблю это делать. И сегодня, может, погуляем. На улице у нас сколько градусов? Так, 15. О, 15 это хорошо. Надо погулять. И надо еще голову помыть. Что, мой сладкий? Кто-то там сел у нас. И побежал. Побежал, побежал, побежал. И вот прошел день, что я делала этим днем. Мы никуда не выходили. Я монтировала видео целый день. Голову не мыла. Завтра помою, потому что сейчас должна приехать Кристина. Я сейчас смонтировала пару видосов. И мой сладкий мальчик. Да? Сегодня ты пораньше лег спать, и сегодня ты пораньше ляжешь спать ночью, да? Кузан мой. В общем, сейчас должна приехать Кристина, и я безумно хочу выпить шампанского, просто я не пила уже, я не знаю. Вот пару глотков последний раз я сделала на встрече. И то мне там некогда было выпивать, я еще была тем более за рулем, да, поэтому пару глотков это чисто я попробовала, короче. то, что было на столе. Вот. И вообще тогда я не помню, когда я последний раз выпивала выпище. Наверное, с девчонками летом. Реально ничего не помню. Сейчас идет стендап, я обожаю стендап, так что мы сейчас будем смотреть с Денечкой стендап, да, Зай? Да. Вот, пока у меня загружается видео на YouTube, оно будет делать это всю ночь. Мы, в общем-то, все, свободно. Да, Зайка? Тьфу, мой сладкий. Тюмой, заянчик. Где мам, пожалей? Где мам, пожалей? Та-ра-ра-ра-ра. Та-ра-ра-ра. Пожили, мам. Та-ра-ра-ра-ра. Хе-хе-хе. Тюмой, котенок. Тюмой. Вреднюлька моя. Целай, убегает такой. Грицелый, он убегает прям. Вообще, не бойся, она тюмой, поцелует. Всем привет. А вот и скромняшка. Да, вчера я уже не стала нас снимать, а и дыняшка. Вчера я не стала снимать уже, потому что пришли, уже было поздно, и, короче, сегодня надо делать дела. мы почты, всякие сбербанки, банки, в общем, все делаем. Заехали сейчас в Макдональдс крепкого чая, и я воспользовалась советом, девочки, кто говорил мне, что я ем половину всего лишь Макдональдса, мне говорили, а я решила брать детский. Мне кто-то посоветовал, что ты детский не берешь? Вот я сейчас взяла детская картошечка, там, четыре наггетса, мне вот так с головой. Вот, колу, а Деньки игрушку. Все, мы, короче, сегодня по делам, если чул, еще свидимся. Крис, включилась камера, и ты такая, улыбай, из-за этого я сейчас угрюмыш, такой сон. Я, кстати, видела девочку, Или девочка с колодца, или как-то... Девочка одна, блогер, она закрывает пол лица, да. У нее комплекс какой-то, она рассказывала. У нее, она говорит, у меня, вот, фотографическая одна сторона, а вторая, патогеничная, да, а вторая не работает, и поэтому она всегда прикрыта, челкает. Может быть, у всех своих приколов. В общем, мы дома, работаем, сейчас сидим с двух компьютеров, да, мы в неглиже практически, в домашнем, мы все. Деня бегает, мы работаем, перед отъездом хотим, чтобы было вам что смотреть. Деня, ты что там? Ты что там устроил? Бабы работают, а я, бабы работают, скажи, а я сам по себе. А я сам по себе. Кручки. Еще и вредничаю. Ну, такое, да. В общем, хочу закончить этот влог, потому что завтра мы уже выезжаем, и я буду начинать новый влог. Поцелуй, Крис. Бучку дай, Крис. Не хочу. В общем, заканчиваем мы влог. Мы сегодня поделали оставшиеся все дела, и, в общем-то, собираемся в горы. И во следующем влоге или в инстаграме, инстаграм оставлю здесь, вы уже узнаете, где мы будем, потому что мы будем делать сторис, мы будем фотографироваться, что-то там. Раз в раз устроила? Да вообще. Нормальные секси-майки. Ну все, в общем, мы прощаемся с вами. Пока. Чего ты? Следующий влог, мы в горах. Ждите. Что-то просто на стиле. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok